МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанцев записывают на медосмотры, а в итоге оформляют на них кредиты. Преступные схемы мошенников вышли за рамки, что на этот раз узнаете совсем скоро. На первом канале Евразия главные новости в студии Вероника Вишневская. Здравствуйте. И вот о чем еще мы расскажем сегодня. Громкий инцидент в парламенте. Депутат набросился на своего коллегу и укусил его за нос. Кому сложнее всего будет взять кредит? Сколько задолжали люди банком? На какой стадии закон о запрете на выдачу займов? И в каком случае будут требовать согласие супругов? Полезный, но в то же время опасный, популярный среди казахстанцев овощ может вызвать рак. О каком продукте идет речь и что еще рассказали медики? В Казахстане введут новые требования для получения кредита. Запрет на выдачу денег в долг получат все, кто уже имеет просроченный более чем на три месяца займ. Сложнее занять сумму у банка станет молодым людям до 21 года и тем, кто состоит в браке. О деталях нового законопроекта, призванного снизить уровень закредитованности казахстанцев, расскажет наш корреспондент Айгирим Муздубаева. Брать кредиты замужним и женатым можно будет и без разрешения супруга. Но только при условии, если сумма займа не будет превышать 1000 МРП. Это 3,7 миллиона тенге. Сложности в этом вопросе возникнут и у молодых казахстанцев до 21 года. Нужно будет доказать, что долг вернуть сможешь. Мы ужесточили расчет коэффициента долговой нагрузки. Предполагается, что для вот таких молодых людей выдача кредитов будет отшляться только на основании изучения официальных доходов. А еще в Казахстане планируют ввести порог максимальной процентной ставки. Это касается микрофинансовых организаций и онлайн-кредиторов. Цифру пока не назвали, но признали сейчас проценты кабальные. Если после принятия нового закона банк будет просить переплату по займу сверх нормы, ему грозит наказание вплоть до закрытия организации. Еще в Сенате напомнили о новой функции, которую может установить себе каждый. Запрет на выдачу кредитов. При выявлении, что заемщик до этого установил уже запрет, который стоп-кредит, как в простонароднии говорят, запрет на получение банковского займа. Тогда банк обязан просто-напросто аннулировать и все какие возможные последствия он должен сразу же остановить и заемщик не должен страдать. Это в первую очередь направлено на борьбу с мошенничеством. Также для борьбы с мошенниками в Казахстане больше не будут выдавать кредиты без биометрии, то есть без идентификации личности. Поддержат новый закон и солдат срочной службы. Им продлят отсрочку по погашению займа еще на 60 дней после демобилизации. А уж если все эти меры не помогут и дело дойдет до выселения должника из жилья, то здесь некоторые моменты нуждаются в пересмотре. Отмечу, по предложенной депутатами поправке выселять из квадратных метров, что в залоге нельзя будет только семьи в отопительный сезон с несовершеннолетними детьми и лицами с инвалидностью. Если это его единственное жилье, может быть, не нужно рассматривать как единственный залог на имущество. Или, может быть, другие формы предусмотреть. Очень много таких граждан. Мы должны заранее предусмотреть все эти меры. Необходимо внести соответствующие поправки в законы. Есть разные социальные жизненные ситуации. Тем временем, по состоянию на 1 апреля этого года потребительские кредиты имеют почти все экономически активное население страны. 8,4 миллиона человек. На общую сумму полтора триллиона тенге. Из них полтора миллиона с просроченными задолженностями свыше 90 дней. Айгири Муздебаева, Имамбек Нургали, Астана, Первый канал, Евразия. Тем временем МВД предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники под видом медиков звонят или пишут в WhatsApp, а затем оформляют кредиты. Схема обмана строится на предложении пройти бесплатную диспансеризацию или флюорографию. Уже есть факты, когда доверчивые граждане через СМС-код подтверждают записи, тем самым дают мошенникам доступ к персональным данным, а те, в свою очередь, сразу оформляют кредиты. Полицейские призывают быть бдительными и обязательно рассказать о новом виде обмана своим близким, особенно людям преклонного возраста, которые чаще всего становятся жертвами подобных преступных схем. События в мире. 9 человек погибли во время предвыборного митинга кандидатов в президенты Мексики. Мощный порыв ветра обрушил экран на тех, кто стоял на сцене. Секунды спустя повалилась вся конструкция. 4 человека скончались на месте, 5 получив различные травмы, умерли в больнице. Среди погибших есть ребенок. Травмированы более 60 человек. Сам политик не пострадал. Президентские и парламентские выборы пройдут в Мексике 2 июня. О других событиях в мире, произошедших к этому часу, в нашем традиционном международном обзоре. В Румынии депутат Дан Белчану во время заседания парламента укусил коллегу за нос, а позже, как сообщили местные СМИ, еще ударил коленом в область головы. Причина конфликта неизвестна. Пострадавший Флорин Роман обратился за медсправкой и намерен подать в суд. Румынский парламент сократил оклад нападавшего народного избранника в два раза на полгода и ограничил его выступление на заседаниях до 10 секунд. Аномальная жара в Индии усложняет работу строителей и всех тех, кто трудится на улице. Рабочие пытаются справиться со зноем, принимая души с контейнеров. Также прячутся от солнца в палатках. Говорят, еда из риса и бобовых с пастой из лука и чеснока помогает предотвратить тепловые удары. Но они опасаются за свое здоровье. Температура воздуха в Деле достигла почти 48 градусов. Это самый высокий показатель за этот год. В Париже представили образец педестала почета олимпийских и паралимпийских игр, на котором будут стоять призеры во время награждения. Его установили перед Эйфелевой башней. По словам организаторов, подиум сделан из переработанной древесины. Французские спортсмены и талисманы игр позировали и почувствовали на себе, каково это быть победителем. Старт Олимпиады почти через два месяца. Она пройдет с 26 июля по 11 августа. А в американском штате Айова за один день зафиксировались 17 торнадо. Мощные ураганы разрушили небольшой город. Ранены десятки человек. Есть погибшие. Сотни людей остались без крыши над головой. О масштабах разгула стихии Амина Манаева. Мощные ураганы прошлись по штату Айова в США. За сутки там зафиксировались 17 торнадо. Больше всего досталось небольшому городу Гринфилд с населением 2000 человек. Сильнейший ветер стер с лица земли сотни строений. Я выглянула в окно, увидела приближающийся торнадо и сразу крикнула девочкам и побежала к ним. Я склонилась над внучкой, чтобы защитить ее и просто молилась Богу. Потом на меня упал потолок. Помню, что девочки так кричали, потому что все падало на нас. Мне больно вспоминать, но я благодарна, что все мы живы. Лиза Бимон почти 30 лет жила в доме, от которого остались одни руины. За один день ее семья лишилась всего имущества. Теперь вместе с внучками она разбирает завалы, чтобы найти хоть что-то уцелевшее. Когда все утихло, я стала звать мужа. Потом он наконец отозвался и сказал, что с ним все в порядке. Оказывается, он был зажат и не мог пошевелиться. Его отвезли в больницу. У него рваная рана на ноге, на голове тоже рана. По всему телу порезы, ссадины. Ветер срывал крыши с домов, переворачивал автомобили, вырывал с корнем деревья и даже сломал несколько витринных энергетических установок высотой с 25-этажный дом. Власти сообщили о четырех погибших и как минимум десяти серьезно раненых. Их увезли в больницы соседних городов, так как местный госпиталь частично разрушен. Губернатор штата обещал помочь всем пострадавшим. Им предоставили еду и средства первой необходимости. Нуждающихся разместили в кризисном центре. Мы получили сообщение, что к нам приближается торнадо. Поэтому я отвела детей в подвал. И мы находились там, пока ураган не стих. В соседних штатах стихия была чуть спокойнее. Там без электричества остались около 200 тысяч домов и предприятий. Штат Небраска торнадо и вовсе обошли стороной. Однако в регионе прошли сильные ливни с крупным градом, что привело к наводнениям. Амина Манаева, Первый канал Евразия. К событиям в нашей стране. Возводить жилье для пострадавших от паводка петропавловцев будут молодежные партийные отряды. 80 студентов строительных специальностей проведут летние каникулы в микрорайоне Солнечный-2, где сейчас специалисты строят сотни новых домов. Сдать в эксплуатацию их планируют до конца лета. Отметить новоселье уже совсем скоро смогут 500 петропавловских семей. Во время наводнения эти молодые люди тоже помогали. Для них это не просто благородное дело, но и возможность набраться опыта на строительной площадке. Решил помочь людям, которые лишились своих домов, чтобы им было где жить. Получу много знаний, как строить дома. Научусь всему новому. Также студенты смогут заработать и подготовиться к новому учебному году. Возвратить строительные отряды в пострадавших от паводка регионах предложили представители партии АУЛ. Об этом рассказал депутат Мажелиса Серик Егизбаев. Достигнута договоренность, что за этот летний трудовой семестр наши бойцы заработают порядка 450-500 тысяч тенге. Я считаю, это хороший довесок к студенческому бюджету. Они в первую очередь не ставят материальный какой-то достаток. У них желание помочь. Они видят, что много семей в беде оказались. Отмечу, последние студенческие строительные отряды в регионе трудились больше 30 лет назад. Продолжим выпуск. До лета остались считанные дни. Значит, самое время проверить, готовы ли места отдыха к массовому наплыву отдыхающих. И наши корреспонденты в регионах задались вопросом, как, а главное, где можно интересно провести время и зарядиться энергией, не выезжая за город. И сейчас они на связи со студией. Центральный парк культуры и отдыха Караганды сейчас вполне можно назвать парком аттракционов. За последние 10 лет количество каруселей выросло практически в два раза. Одни для детей до 6 лет, другие с 6 до 12, третий для подростков, постарше и взрослых. Всего в парке 35 аттракционов в последней стрелу запустили на днях. Дети в восторге от такого разнообразия. Мне в парке очень нравится новая качеля, которая поднимается вверх и крутится. Мне нравится ромашка, там очень классно и она хорошо крузится. Американские горки, гусеница, машины. Мне набережка нравится. Еще кольцо обозрения. На озере открылся сезон лодочных прогулок. Возразилась аллея с парящими зонтиками. На зиму их убирали, но в мае заново развесили. Красивые висящие зонтики. И я там хожу. И мне очень нравится. Можно покататься на лодках. Это очень ослабляюще. Мне нравится березовая роща. Там очень красиво. Поют птички. Там очень чисто. Пикники только приветствуются. В управлении парками уточнили. Главное, чтобы люди костров не разводили. И убирали после себя мусор. По выходным и в праздничные дни здесь проходит культурная программа. Выступают творческие коллективы Караганды. С танцами, с песнями, с художественными постановками, с мастер-классами, с показом мод. Проходят выставки художников, а также под открытым небом проходят танцы. А еще в парке стало намного больше спортивных пространств. Установлены две такие большие площадки с тренажерами. И свыше 10 кортов для тенниса, футбола, баскетбола и других видов спорта. А в центре Усть-Каменогорска растет мини-лес. Это парк имени Косыма Косенова. Здесь уникальные деревья, декоративные растения, очень много краснокнижных цветов. Биолог Софья Богачева еще 20 лет назад вместе с коллегами высадила здесь большой ботанический сад. Все создано в ландшафтном стиле. Никаких привычных клуб. Так как город промышленный, здесь специально посадили можжевельник. Один метр можжевельника, квадратный, большого, хорошего куста, убивает микробы на 800 метров квадратных. Потому что фитонциды, которые он выделяет, можжевельник, уничтожает все. Мало того, что микробы даже убивают туберкулезную палочку. На этом месте вначале располагалась базарная площадь и народный дом. 90 лет назад советский деятель Сергей Киров предложил разбить здесь парк. Но это еще и музей под открытым небом. Кругом старинные дома. Есть даже копии небольшого магазина конца 19 века. В этой сельской лавке можно было приобрести все. Начиная с керосинового самовара, заканчивая даже музыкальными инструментами. Продавали здесь и утюги. Например, в этот закладывали уголь. И как только он разгорался, сразу начинали гладить. Здесь есть даже труба для улучшения тяги при горении. Но изюминкой этнодеревни считается выставочный павильон писателя Орлхана Бокея. Он уроженец восточного Казахстана. Здесь два зала. В одном копия рабочего кабинета. Во втором первые иллюстрации к произведениям драматурга. Напротив павильона Орлхана Бокея у нас расположен дом Божова. Когда он проживал в нашем городе. Он проживал в доме Рябовой, жительнице города Ускамногорска. Перед домами установлены памятники Орлхана Бокея и Божова. Сейчас здесь стоит запах сирени. Скоро заполонит тонкий аромат жасмина. Территория этого парка всегда была историческим центром Усть-Каменогорска. Островок природы в самом центре столицы парк Жит-Ису. Дышится тут легко и свободно. Неудивительно, ведь кислород здесь вырабатывают больше 6 тысяч деревьев. А от воды веет прохладой и свежестью. Что еще нужно в погожий день? Здесь не сложно заблудиться. Чего только нет. Детские игровые площадки, аттракционы, фудкорт на любой вкус, чугунные скульптуры и даже Черинский каньон в миниатюре. Чем не фотозона для селфи? Современное общественное пространство уже давно стало любимым и притягательным как для детей, так и для взрослых. Очень хорошо. Нам нравится. Народу не очень много. По всему парку ходим километров 3-4 каждое утро. Занимаемся спортом, всякие упражнения делаем. Гульзада Сагрбаева живет неподалеку и частенько заглядывает сюда вместе с внуками. Идеальнее место, чем это, чтобы укрыться от шумной городской суеты, для себя пока не нашла. Здесь очень хорошие аллеи для самокатов, для велосипеда. И сама я здесь делаю 8-10 тысяч шагов для здоровья. Чтобы культивировать здоровый образ жизни, таких парков должно быть побольше. Еще бы такие два парка было бы, вообще супер было бы. С самого утра стрижкой лужаек занимается целая армия рабочих. Воздух мгновенно заполнил аромат свежескошенной травы. Приятно не только обонянию, но и глазу. Чистота. Здесь чище, чем в центральных парках или в президентском парке. Но это, я думаю, самое главное. Для детей в первую очередь, для людей, для того, чтобы выходить на пробежки, для того, чтобы гулять, развиваться, чтобы дети прыгали, бегали, уже все потеплело. А значит, старайтесь больше гулять и проводить время с родными и близкими. К тому же, все для физического и ментального отдыха у нас есть. Лето всегда пролетает чуть быстрее, чем хотелось бы. Поэтому не упускайте теплые дни, выходите из дома и наслаждайтесь погодой и природой. Мария Горбунова, Заурия Жбетимбаева и Юлия Волкова. Первый канал Евразия. Сок сельдерея. Новый тренд или реальная польза? С таким вопросом в нашу рубрику «Народные новости» обратились телезрители. Среди казахстанцев бум сельдереевых смузи. Причем пьет их не только молодежь, но и взрослое поколение. В сети много роликов, в которых буквально восхваляют этот овощ, который якобы помогает похудеть, снижает давление и лечит кожу. Но так ли это на самом деле и можно ли употреблять сельдерей в больших количествах, мы узнали у специалистов. Сельдерей содержит такое вещество, как псалорен, которое в большом количестве, когда накапливается, может привести к фотодерматитам. А какие-то воспаления кожи, да, это может быть признаками, ну или дальнейшем развитие онкологии. Самый предпочтительный прием сельдереевого сока, я бы отметила, это осенний-весенний период. Кроме того, сельдерей является одним из сильнейших аллергенных овощей. Поэтому врачи советуют консультироваться со специалистом, прежде чем начать употреблять в большом количестве продукт, каким бы полезным он ни казался. А я напоминаю нашим зрителям, у вас тоже есть возможность делать новости вместе с нами. Отправляйте свои фото и видео на наш WhatsApp номер 8700 962 7901. Или отсканируйте через мессенджер WhatsApp QR-код, который вы видите сейчас на своих экранах. И возможно именно о вашей истории мы расскажем в эфире главных новостей. Кем быть? Врачом, спасателем, юристом или финансистом? Вопрос сложный и судьбоносный для выпускников. Сергей Цель расскажет, как нынешние школьники определяются с выбором профессии. К сожалению, не все школьники знают, кем стать в будущем. Выбор сложный. Его может облегчить специальное тестирование. Одно из таких проводят в столичном центре Дарын. Подают заявку, могут прийти, пройти тестирование. На основании тестирования наши профориентологи проводят консультацию. Дают направление, в каком направлении, больше склонности, возможно, какие-то способности у ребенка выявлены. После того, как дети прошли сам тест, к работе подключается психолог, который расшифровывает полученные данные и направляет ребенка. Наиболее подходящие тебе профессии – это эколог, футуролог, философ, химик, физик, биолог или программист. Как в итоге совпадает? По моему мнению, да, в принципе, совпадает. Я как раз смотрел в будущее на такие направления, как математическое вычисление, может быть, аналитика. Тестирование мне понравилось, довольно простое. Тут же спрашивают мои интересы, что мне нравится, что либо не нравится. Мы решили сами провести эксперимент и пройти это тестирование. Посмотрим, какой результат будет у меня. Вся суть теста в том, что ребенку предоставляется выбор между двумя профессиями. В течение 10-15 минут он проходит этот тест, а позже появляется результат. По профессиям у вас директор, заведующий, маркетолог, журналист, юрист, бизнесмен, предприниматель, политик, может быть, дипломат, репортер, может быть, менеджер и страховой агент или брокером можете быть. В принципе, немного совпало, но у меня прям большой перечень, да, тут получается? Что касается принятия решения, то психолог советует родителям не давить на детей и не навязывать свою точку зрения. Если говорить о самом выборе и о востребованных специальностях, в этом году многие хотят стать педагогами и работать в IT-сфере. Если мы вспомним гуманитарный год в 2000-х годах, когда у нас в основном учились на гуманитарные, социальные специальности, сейчас порядка свыше 60% всех наших студентов это инженерно-технические, естественные науки, IT. Также министр отметил, что государство выделяет специальные квоты для привлечения абитуриентов на редкие специальности в сфере водного хозяйства и энергетики. Увеличивают бесплатные места и в колледжах только в этом году на 60 тысяч человек. Гранты, правильный государственный заказ, он на 65% поглощает технические специальности, а также высокий запрос у нас на медицинские, образовательные специальности и также это сфера услуг. По поручению главы государства к 2025 году вся молодежь республики сможет получить бесплатное средне-специальное образование по востребованным профессиям. Речь идет о геологии, машиностроении, энергетике, металлургии, транспорте и IT. Пока государственный заказ по ним охватывает 80% студентов. Сергей Цель, Тлектий Сумаров, Астана, Первый канал, Евразия. К другим темам. В Усть-Каменогорске на людей нападают вороны. Момент. Одно из таких атак горожане даже сняли на видео. Говорят, что подобную агрессию пернатых они наблюдают в своем дворе уже второй год и каждый раз в мае. Орнитологи объясняют это тем, что вороны не нападают, а защищаются. Возможно, где-то рядом есть гнездо, где находятся птенцы. Поэтому такая реакция. В июне они научатся самостоятельно добывать корм и улетят. Живодера истязавшего щенка на глазах у детей задержали в Атерау. Детали расскажет мой коллега, ведущий обзор от тревожных новостей Ринат Абдулкаюмов. Здравствуйте. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Ему грозит до 30 суток ареста. Отмечу, шокирующие кадры попали на камеру наружного наблюдения. На видео мужчина подходит к собаке, играющей с детьми и несколько раз силы швыряет ее о стену. К счастью, щенок жив, но получил серьезные травмы. Очевидцы сообщают, что он потерял сознание и с трудом смог встать. Сейчас собака находится на передержке у волонтера. Вместе с зачинщиками драки в кадетской школе Павлодара могут наказать ее директора. За халатность. О том, что в отношении него начат расследование, сегодня сообщили в полиции региона. Напомню, стычка произошла между 11 и 10 классами в кабинете военной школы. В результате трое кадетов получили травмы, а одного даже пришлось госпитализировать. Полиция ведет расследование по факту хулиганства. А в Казлардинской области Акима наказали за смертельную драку школьников. Строгий выговор объявлен главе Шиелинского района, где находится село имени Кудаманово, в котором разыгралась трагедия. Также Аким области поручил уволить заведующего районным отделом образования, участкового инспектора и директора школы, где все произошло. Напомню, 18 мая здесь во время драки убили девятиклассника. Под следствием сейчас находятся двое учащихся старших классов. Подозреваемого в пропаганде терроризма обезвредили в Западноказахстанской области. Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали мужчину прямо на улице. Изъяты вещественные доказательства. По данным КНБ, ранее он уже был судим за тяжкие преступления. Другую информацию в интересах следствия не разглашают. На сегодня все. Вероника, передаю тебе слово. Ринат, спасибо. Я продолжу главные новости. 60 тонн мусора убрали в Актубе в рамках акции «Таза Казахстан». Работники лесхоза провели уборку в лесных массивах, примыкающих к городу. По их словам, отходы в основном оставляют местные жители и даже не задумываются о том, какой вред наносят окружающей среде. Чаще всего это строительный мусор. Если вы на природе гуляете, допустим, со своей семьей, надо брать с собой мусорный пакет и складывать с собой мусор, а не оставлять, где попало. Лесничие провели санитарную обрезку деревьев и установили противопожарные полосы и барьеры. А в Усть-Каменогорске волонтеры молодежного крылажа «Старруха» убирают студ городок. К слову, они организовали уже более ста субботников. Уже чисто, уже меньше, так скажем, мусора. И люди стали более ответственнее относиться. Со следующей недели стартует у нас «Чистый четверг». Это продолжение экологической акции. 30 мая начнет первыми город Астана. Также семь областей. Теперь в планах волонтеров убрать мусор за городом вдоль республиканских трасс. События, комментарии, анализ, прогнозы героя и антигероя уходящей недели. Команда программы «Аналитика» готовит к эфиру очередной выпуск. Все подробности в это воскресенье в 20.00. На этой неделе в программе «Аналитика». Так как мы в августе, когда мы расстались, мы прямо так по-мусульмански развелись, что мы восстановим наш никея. Будущий убийца Бешимбаев смог дважды провести обряд в мечети без официальных документов. Это исключение или правило? Лихачи, которые сегодня несут с собой горе всеми наших граждан, где гибнут люди, вы вдумайтесь только в цифры. С начала года погибших больше 500. Значит, по итогам года снова будет больше 2000 жертв. Или что-то предпримут. И она там работает, ее раздражают, безусловно, эти дети, потому что она не умеет с ними работать, у нее нет навыка. Рукоприкладство в детских садах. Насколько масштабная проблема? Почему так происходит? И что планируют делать власти? Смотрите в это воскресенье в 20.00. Вы смотрите главные новости, и мы продолжаем. Касымжумар Токаев провел переговоры с президентом республики Сингапур Тарманом Шанму Гаратнамом. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания контактов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах. В рамках государственного визита Касымжумар Токаева в Сингапур были подписаны шесть межгосударственных и межведомственных документов. Также глава государства выступил на казахско-сингапурском бизнес-форуме. Он подчеркнул, что наши страны, несмотря на географическую отдаленность, всегда были и остаются близкими партнерами, как в экономическом, так и в политическом плане. Мы высоко ценим прочные отношения с Сингапуром, нашим ведущим партнером в Юго-Восточной Азии. В прошлом году объем двусторонней торговли составил 1,8 миллиарда долларов. Общий объем сингапурских инвестиций в Казахстан превысил 1,7 миллиарда долларов. Считаем, что в ближайшие годы эти показатели могут удвоиться. В этой связи для развития двустороннего партнерства крайне важна прочная правовая база. Мы артифицировали межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, обеспечивающие высокий уровень защиты обоюдных инвестиций. На полях казахско-сингапурского бизнес-форума была обсуждена реализация проекта «Алатау-Сити». Это новый мегаполис, который планируют построить в Алматинской области. Глава государства отметил важность Алатау-Сити как катализатора экономики не только Казахстана, но и всего региона Центральной Азии. В ходе рабочей поездки Косможумар Токаев также встретился с представителями инвестиционных компаний Сингапура, обсудив с ними перспективы сотрудничества в различных секторах казахстанской экономики. Художник-реставратор Государственного музея искусств имени Костеева, проработавшая в нем более 30 лет, на днях стала обладателем Ордена Курмет. Высокую награду Гульджан Калдыбаева получила из рук президента в Аккорде, а сегодня наш корреспондент Жанар Канафина отправилась в музей, чтобы поближе познакомиться с орденоносным реставратором. Среди награжденных президентом работников культуры и искусства Казахстана два сотрудника Музея искусств имени Костеева получили Ордена Курмет, а сам музей удостоен высокого звания национальной. Первым делом мы делаем химическую обработку, то есть удаляем желтизну, загрязнение. И перед тем, как делать химическую обработку, нужно немножко намочить работу. У Гульджан Калдыбаевой опыт работы 42 года. Из них только 34. Она трудится в этом музее. Она реставратор-графист. Но часто ей поручают и живописные полотна. Например, она с гордостью показывает паспорт реставрации портрета княгини Долгорукой или длинного китайского свитка 19 века, длиною более 12 метров, который изрядно был подпорчен грибком. Реставратор, скорее всего, с хирургом можно сравнить. И тут и химию знать надо, и физику, все свойства химикатов, какие можно применять. Также технологию, какие виды используются материалы, технику обязательно знать надо. Музей в следующем году отметит 90-летие. В этом получит статус национального. Здесь хранится более 26 тысяч произведений искусства. Ежегодно реставрируют более 200. Вы, наверное, знаете, что в областных музеях нет профессиональных реставраторов. И они к нам часто обращаются, просят отреставрировать, помочь, поделиться опытом, знаниями. Что Гульжан делает это с большим удовольствием. Гульжан Ахмадеевна долгое время руководила этим отделом и обучала. Гульжан Ахмадеевна несколько лет назад вышла на заслуженный отдых, но продолжает трудиться в родном музее. Во-первых, потому что ей самой эта работа по-прежнему интересна. А во-вторых, новых реставраторов тоже кто-то должен учить. Жанар Канафина, Максим Шулепов, Алматы, Первый канал Евразия. В это воскресенье зрители Первого канала Евразия смогут совершить большой и насыщенный вояж по Казахстану. И все это благодаря программе Каймак. Программа Каймак подводит итоги двух лет путешествий по казахстанской глубинке. И поэтому у нас специальный выпуск своего рода путеводитель по сельской жизни. Где находится сердце малых сел. Где душа? Что меняется в жизни маленьких точек на карте большой страны? А что бы ты изменила, Вауля? Ничего, он и так-то хороший. Стереотипы о занятости на селе и размере заработка. Насколько они соответствуют реальности. То есть шелкать семечки это часть вашей работы, да? Да, да, конечно. А также бонус. Красоты Казахстана, от которых захватывает дух. В это воскресенье в 9.45 на Первом канале Евразия. Британцы станцевали камажай возле главных достопримечательностей Лондона. Так европейские фанаты Димаша Кудайбергена поздравили своего любимца с наступающим юбилеем. Поклонники певца вводили хороводы и пели песни на казахском языке. Завтра Димашу Кудайбергену исполнится 30 лет. Известного казахстанского музыканта уже успели поздравить многочисленные слушатели из России, Бразилии, Румынии и других стран. Первый канал Евразия приглашает присоединиться к игре в телебум. У вас есть возможность еженедельно, ежемесячно и каждые полгода выигрывать уникальные подарки. А к Наурызу суперпризы. Автомобиль и квартиру в Алматы. Для этого нужно в течение дня смотреть наш канал и следить, когда на экране появятся цифры. После у вас есть три минуты, чтобы отправить этот код в специальный телеграм-бот. За каждую отправку кода начисляются баллы, которые увеличивают шансы на выигрыш. Именно победителей объявляют по понедельникам в эфире программы «Доброе утро, Казахстан». Это были главные новости на Первом канале Евразия. Берегите себя и своих близких. До свидания. В Караганде небольшая облачность, 22 градуса тепла. В Жизкозгане плюс 24, малооблачно. В Павлодаре возможен дождь, 19 градусов выше нуля. В Кокшетау плюс 7, ожидается дождь. В Петропавловске 9 градусов тепла, малооблачно. В Кустаная переменная облачность плюс 11. В Ак-Тубе временами дождь плюс 13. В Уральске термометры покажут плюс 17, ясно. В Этарау безоблачная погода плюс 21. В Ак-Тау воздух прогреется до плюс 22, солнечно. В Козлорде 27 градусов тепла, небольшая облачность. В Туркестане плюс 29, малооблачно. В Шенкенте дождь с грозой плюс 24. В Таразе 21 градус выше нуля, дождь, гроза. В Талды-Кургане солнечно, плюс 27. В Кунаеве 29 градусов тепла, дождь. В Семей плюс 26, осадков ждать не стоит. В Усть-Комногорске плюс 25, преимущественно ясно. В Алматы воздух прогреется до плюс 26, дождь. В Эстане дождливая погода плюс 13. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...